Сегодня поговорим про настройки плейлиста. Как, во-первых, в них попасть? Заходим в творческую студию. Буду показывать на примере новой творческой студии, поэтому сразу переходим туда. Так как пока тут в основном меню нету именно плейлистов, мы находим чуть ниже в меню другие функции, плейлисты. И здесь мы уже видим наш список плейлистов. Вы можете по названию найти нужный вам, и, соответственно, изменять его настройки. Я возьму один из верхних, нажимаю сбоку «Изменить», здесь опять нажимаем «Изменить», и вот тут вверху будут настройки плейлиста. В настройках плейлиста у нас есть три вкладки – «Основные», «Автодобавление» и «Савторы». На вкладке «Основной» вы можете поставить различные права доступа. То есть открытый доступ, этот плейлист будет виден на вашем канале, и его могут смотреть абсолютно все посетители – и подписчики, и просто случайные зрители. Если вы сделаете доступ по ссылке, то, соответственно, кому вы дадите ссылку на свой плейлист, тот сможет на него зайти и смотреть из него ролики. А на вашем на вашем канале, соответственно, этот плейлист не будет виден. Если же вы сделаете ограниченный доступ, то даже самое, как и с видео в ограниченном доступе, этот плейлист будет доступен только вам, когда вы будете заходить в творческую студию, а на канале он для ваших зрителей отображаться не будет. Затем идет сортировка. Сортировка есть следующих форматов. По дате добавления, то есть сначала новые или сначала старые, самые популярные, то есть вверху плейлиста будут самые популярные ролики в этом плейлисте, а ниже менее популярные. И по дате добавления, то есть сначала могут идти или наоборот новые ролики или сначала могут идти старые ролики. Выбирайте ту сортировку, который подходит именно под ваш плейлист, в зависимости от тематики этого плейлиста и как там построена логика. Следующее, что здесь можно настроить, это добавить новое видео в начало плейлиста. Если вы сделали сортировку по дате добавления, то, конечно, вам будет удобно поставить галочку добавить новое видео в начало. Следующий пункт – это дополнительно. Здесь есть такой интересный пункт, как установить в качестве официального плейлиста серии для этого видео. Если ваше видео находится только в одном плейлисте, то я рекомендую всегда поставить этот значок. Сейчас я покажу, в чем разница между обычным плейлистом и официальным плейлистом серии. То есть, когда вы смотрите видео, которое не находится в плейлисте серии, то у вас в следующем видео будет случайно ролик. Видео с вашего канала или видео, похожее по теме, может быть, и с другого канала, например, в данном случае. А если же вы поставили видео в плейлист серии, как, например, у нас есть плейлист по vidIQ, если вы посмотрите, то следующее видео тоже из этого плейлиста. И переходим на следующее видео, опять здесь будет следующий ролик из этого плейлиста. То есть, таким образом, вы можете удерживать зрителя на своем плейлисте, поэтому я рекомендую использовать такую полезную функцию, как установить плейлист официальным плейлистом серии. И последняя галочка в этом меню – это «Разрешить встраивание». Что это значит? Это значит, что ваше видео можно, например, разместить на сайте и смотреть прямо с сайта. Опять же, это очень хорошо для продвижения своих роликов, чтобы тематические ресурсы могли использовать ваше видео на своем сайте, а вы, соответственно, набирали просмотры. Но если у вас ролики, например, это ваш видеокурс, и он не предназначен для публичного использования, да, то есть вы не хотите, чтобы ваши специальные материалы использовались на сторонних ресурсах, то тогда наоборот галочку снимите, чтобы нельзя было размещать ваш контент на сторонних сайтах. Следующая вкладка – это «Автодобавление». Очень удобно, если вы не хотите вручную добавлять плейлисты, видео в плейлисты, а хотите, чтобы YouTube сам автоматически их сортировал. Для этого нужно нажать «Добавить правила», и у вас есть три варианта. YouTube будет анализировать или название, или описание, или теги. То есть вы можете, например, выбрать «Название содержит», и тут, например, собирать в плейлист «Советы все советы», то есть если у вас в заголовке, например, будет написано «Совет», то тогда в этот плейлист будут сваливаться все видео, где в заголовке есть слово «Совет». Если вы, например, выберете «Описание содержит», то то же самое. То слово или словосочетание, которое вы добавите, если оно есть в описании, то автоматически будет это видео добавляться в данный плейлист. И то же самое с тегом, то есть если, например, у вас есть тег «Как подобрать ключи для видео», и вы бы сюда пропишите, то все видео с этим тегом будет в соответствующий плейлист добавляться, в тот плейлист, в настройках которого вы находитесь. То есть вы можете даже несколько правил добавить, соответственно, если какое-то правило не актуально, удалять его. Всегда не забываем нажимать «Сохранить», чтобы не потерять внесенные изменения. И последняя вкладка – это «Соавторы». Про нее я рассказывала в другом видео более подробно, но суть ее в том, что если вы активируете данную опцию, то вы сможете приглашать других пользователей «Добавлять видео в ваш плейлист». Хочу отметить, что если вы сделаете здесь пометку, что другие могут размещать видео в ваш плейлист, то вы не сможете сделать этот плейлист плейлистом серии, потому что плейлист серии должен содержать только те ролики, которые принадлежат вам. Вот такие настройки плейлиста вы можете сделать. Пишите свои вопросы в комментариях, также рассказывайте, использовали ли вы такие функции, знали ли вы про них. и делитесь своими лайфхаками, как лучше оптимизировать свой YouTube-канал. У меня на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Всем пока.